День рождения золотого голоса Казахстана. Розе Рымбаевой, 55. Дочь железнодорожника, выпускница Театрально-художественного института. Первая популярность пришла к артистке в 75-м году на конкурсе, посвященном 30-летию победы в Великой Отечественной войне. А в 1978-м о певице заговорил весь Советский Союз. Впрочем, и сегодня звезда казахстанской эстрады в отличной творческой форме. В этом убедилась Людмила Шналеева. Даже в свой юбилей Роза Рымбаева на сцене публика по-прежнему ее боготворит. Отличной форме певицы можно только позавидовать. В своей 55 она также стройна, красива и талантлива. Я возраста не замечаю, хотя вы мне напоминаете эту цифру, я не замечаю. Я в данный момент счастлива от того, что у меня все хорошо, у меня растут дети, я здорова, у меня концертная жизнь, творческая жизнь очень насыщенная. Всемирную известность и свой главный приз Роза Рымбаева получила в 1977 году в Болгарии. Тогда она стала победительницей международного конкурса «Золотой орфи». Но этой победе предшествовал трудный путь. Участие в первом серьезном конкурсе певица принимает еще в юности. Фестиваль песни, посвященный 30-летию победы в Великой Отечественной войне. Там ее замечает главный дирижер республиканского ансамбля Гульдер, а в будущем ее муж Тоскын Акапов. Признание и большую славу приносит композиция «Алия», которую певица исполняет на всесоюзном телевизионном конкурсе с песней по жизни. Роза Рымбаева становится в один ряд с такими звездами, как Алла Пугачева и София Ротару. Гастрольная жизнь по-прежнему насыщенная. Гримерка полна цветов. Среди них розы, ее любимые. Этот год запомнился тем, что я побывала во многих странах с гастролями за рубежом. Я выступала в Японии, я выступала в Москве, в России, на Украине, в Белоруссии. Это были незабываемые встречи. Впереди у певицы запись нового альбома. Ну а дома ждет накрытый стол и близкие люди. Сыновья Али и Мади. И этот праздник они, как и всегда, проведут вместе. Людмила Шналива, Асхат Астанкулов. Новости Содружества. Казахстан.